Нобелевскую премию по медицине получили в этом году американец Джеймс Алисон и японец Тасуку Хонзе за революционную методику иммунотерапии раковых заболеваний. Им удалось обнаружить, что иммунитет пациента можно настроить на борьбу с санкозаболеванием. О том, как именно, поговорим с нашим научным корреспондентом Николаем Воронином. Коль, приветствую тебя. Так вот, в чем, собственно, прорыв, в чем революция? Надо сказать, что открытие было сделано еще в 90-е годы, сделали его параллельно американец и японец. Состоит суть его в том, что наша иммунная система реагирует на клетки, которые либо мутировали, либо несут какую-то опасность для здоровья. После чего включается реакция торможения, иначе, если ее не включить, то те клетки, которые борются с мутировавшими клетками, начнут уничтожать здоровые ткани, здоровые организмы. И именно на этом построены аутоиммунные заболевания. И изначально, когда было сделано это открытие, что можно как-то блокировать или, наоборот, запускать этот процесс торможения иммунной реакции, многие ученые кинулись как раз исследовать, как можно использовать этот механизм в борьбе с аутоиммунными заболеваниями. А американец Алисон, который сделал это открытие, решил, наоборот, не тормозить этот процесс, а запустить его с еще большей эффективностью. И выяснилось, что раковые клетки уходят от иммунной системы, прячутся и не дают ей себя атаковать. А за счет активизации этого механизма можно как раз настроить иммунную систему человека так, чтобы она самостоятельно, естественным образом, организм пациента боролся с раковыми заболеваниями. Он протестировал эту методику на мышах и выяснил, что результаты получились совершенно удивительные, мышей удалось вылечить от рака. Так, собственно, было сделано это открытие, а японец параллельно открыл другую методику, аналогичную, но немного другой механизм у них. Правильно, я понимаю, что как-то в медицинских целях это будет в плане препаратов, медпрепаратов как-то реализовано, да, для того, чтобы вот эти вот клетки могли бороться с раковыми. И тот и другой на основе своих работ разработали несколько методик иммунотерапии и несколько препаратов. И нужно сказать, что за этим последовала огромная работа других коллективов ученых, и многие препараты уже доступны для лечения, а многие все еще проходят клинические испытания и станут доступны только в течение нескольких следующих лет. И как заявил один из коллег американца, это только вершина айсберга, потому что фактически прорыв состоит в том, что мы научились, изменилось наше восприятие иммунной системы, мы научились ее как активизировать, так и наоборот пригасить. То есть управлять ее фактически? Фактически управлять ее. Будут разработаны десятки и сотни, по его словам, препаратов в течение следующих десятилетий для борьбы с самыми разными заболеваниями, не только рака. А означает ли это, что вот больным, которые, онкобольным, не придется проходить мучительные такие процедуры, как химиотерапия, например? Тут нужно подчеркнуть, что, во-первых, эта терапия, иммунотерапия, работает не на всех пациентах, во-вторых, у нее пока, во всяком случае, тоже довольно серьезные побочные эффекты. Но, тем не менее, она дает надежду. То есть, если 10 лет назад метастазирующая меланома была совершенно неизлечимой, у пациентов не было никакой надежды, то сейчас за счет этой иммунотерапии более трети пациентов удается либо показать улучшение в долгосрочной перспективе, а некоторых удается вылечить полностью от метастазирующей меланомы, что было совершенно немысливым еще 10 лет назад. Поэтому продолжается работа над этими препаратами, их продолжают усовершенствовать, побочные эффекты сводятся к минимуму, и надежды для онкобольных становятся все больше и больше.